Приветствую всех искателей мастерства! Я Шушляникова Екатерина, педагог-хореограф, и сегодня я предложу вам 7 нестандартных способов учиться мастерству. Поехали! В профильных учебных заведениях дают узконаправленную информацию. Подумайте, какие знания и навыки из других профессий могли бы быть вам полезны? Навыки в обработке фото и видео помогут сделать качественный контент и рекламу для вашего коллектива. Знания по биомеханике движений помогут в разработке эффективных и безопасных упражнений. Уверена, выход за рамки своей профессии будет вам интересен. В среднем человек тратит 3 часа на социальные сети. Может ли пролистывание ленты новостей быть полезным для педагога? Конечно, да! Мы можем заставить медиапространство работать на нас. Удаление лишних подписок с картинками котиков и подписка на качественные профессиональные источники будут вдохновлять и поддерживать вашу вовлеченность в профессию. Что является ориентиром для вас? Передовые балетные труппы, современные балетные спектакли и театральные премии – это та планка, к которой я стремлюсь. Каждый увлеченный педагог должен много смотреть, много обсуждать. Тогда вы точно не потеряете правильный курс. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. А что насчет профессиональной сферы? В сильной команде единомышленников вы не имеете права сбавлять обороты. Нет, даже не так. Вы не захотите сбавлять обороты. Вам захочется перенимать опыт и самому удивлять. Окружите себя такими же увлеченными людьми, и ваш профессиональный рост точно пойдет в гору. Количество образовательных центров растет на глазах. Как хорошо вы знаете своих конкурентов. Нам есть чему поучиться у коммерческих учреждений. Какая вкусная у них реклама, какие условия они создают для привлечения детей и их родителей. Изучайте коммерческий сектор своего профиля. Уверена, что подчеркнете много новых идей и интересных находок. Учиться у современной поп-культуры? Вы скажете, это не уровень настоящего мастера. У меня другое мнение на этот счет. Попробуйте использовать поп-культуру для реализации своих педагогических целей. Преобразуйте тренды под свои задачи. Любят снимать короткие видео? Устройте конкурс на лучший танцевальный тикток или устройте образовательный челлендж. Детям очень понравится. Учиться у коллег это прекрасно, но иногда нужно смотреть не только по сторонам, но и внутрь. Ищите свои уникальные идеи и подходы, основываясь на собственных наблюдениях и опыте. Ведь только так и создаются новые эффективные методики и подходы. Сегодня мы узнали 7 стандартных способов учиться мастерству, а завтра снова отправимся на поиски. Ведь настоящий мастер — это вечный ученик. До встречи!